Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро, дорогие телезрители! В конце, после испытания, они были допущены к святому крещению. И как раз-таки людей в Древней Церкви крестили накануне этого великого христианского праздника, накануне Пасхи Христовой. И когда наступала Великая Суббота, происходило массовое крещение людей, тех, кто был готов его принять. И люди, приняв святое крещение, вступали в праздник Пасхи Христовой, в это торжественное, красивое богослужение, которое сегодня историки Церкви называют крещальным богослужением. Поэтому, в какой-то мере, Пасха Христова для каждого христианина — это напоминание о его дне духовного рождения, когда он был в своей жизни однажды крещен. Потому что крещение для нас — это и есть наше духовное рождение. С другой стороны, мы говорим, что Пасха Христова — это воспоминание удивительного события, описанного в Евангелии. Событие, которое рассказывает нам о воскресении Иисуса Христа, воскресении нашего Спасителя. Поэтому это самый важный день в году для христианина, когда мы воспоминаем воскресение Христова. Но хотелось бы отметить, что вообще в целом все христианские праздники — это не просто воспоминания каких-то исторических событий. Все христианские праздники обращены в вечность. Все христианские праздники говорят нам не просто об истории какого-то события, а говорят о чем-то гораздо-гораздо больше. Так вот, праздник Пасхи Христовой — это не просто воспоминание о воскресении Иисуса Христа. Это в первую очередь предвкушение верующим людьми того события, которое произойдет еще через какое-то время. Может быть далекое, а может быть и не совсем далекое. Бог это знает. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам рассуждает о воскресении Христовом. Я бы хотел процитировать несколько строк из его первого послания к Коринфянам. Это 15 глава, 20-23 стихи. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Мы видим, что апостол Павел Иисуса Христа называет первенцем из мертвых. Ну, первенец тот, кто первый. Если был первый, значит, будет еще кто-то следующий. Апостол говорит, что затем будут Христовы, затем будут люди, верующие во Христа. И однажды, как учит нас Священное Писание, произойдет великое событие, когда Иисус Христос, придя еще раз в этот мир, придя еще раз на землю, совершив свое второе пришествие, совершит великое чудо. Он воскресит всех людей, кто когда-либо жил на нашей планете. Восстанут люди уже в обновленных своих телах, бессмертные души человеческие вновь соединятся своими телами. И люди уже в обновленных телах, восставших из праха, восстанут перед Божьим судом. Вот в этом мы, христиане, верим. И в празднике Пасхи Христовой мы именно предвкушаем то самое событие, которое должно произойти в будущем. Как Христос воскрес, так и мы с вами однажды будем воскрешены Христом. И вот, дорогие братья и сестры, мне бы хотелось вас всех поздравить с этим удивительным праздником Пасхи Христовой. Пожелать вам мира, любви, всего самого доброго, светлого в вашей жизни. И поприветствовать вас, конечно, этими замечательными словами, которыми мы каждый раз приветствуем друг друга, встречая этот удивительный христианский праздник. Христос воскресе! Воистину воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok